Взаимодействие и поддержка. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский встретился с представителями некоммерческого сектора региона. Никаких химреагентов. В ДРСУ рассказали, как будут содержать дороги предстоящей зимой. Ремонты сделали, а проблемы остались. Жильцы дома номер 22А по улице Губкина недовольны результатом капитального обновления дома. Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский познакомился с представителями некоммерческого сектора региона. На встрече с НКО в режиме открытого диалога поговорили о деятельности третьего сектора, проблемах и поддержке со стороны властей. Сегодня в Неницком округе зарегистрировано 173 некоммерческих организации. В действительности тех, что реально работают и приносят пользу обществу, намного меньше. Руководителей самых активных и ярких НКО пригласили на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора округа. Приятно с вами со всеми познакомиться. Я искренне рассматриваю вас всех как надежную опору администрации. Вы всегда на передовой именно таких наиболее социально значимых вопросов и проектов. Поэтому за это вам огромное спасибо, за то, что вы этим благородным и непростым делом занимаетесь. Александр Цибульский заверил, взаимодействие власти и НКО продолжится. Тем более, что региону необходимо выполнять поручение президента Владимира Путина о передаче 10% социальных услуг некоммерческому сектору, подчеркнул глава региона. Что касается финансовой поддержки некоммерческого сектора, то, по словам руководителя Департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Павла Рахмелевича, в этом году она была не самой лучшей. НКО, так же, как и другие сферы, ощутили на себе трудности бюджета. В 2018 году ситуация улучшится. В частности, возобновится предоставление субсидий некоммерческим организациям на коммунальные услуги и аренду помещений. Увеличится сумма как на предоставление грантов некоммерческим организациям в общей массе, отдельно будут предоставлены гранты на поддержку семейно-родовых общин, отдельно будут предоставлены гранты еще по некоммерческим организациям в сфере межнациональных отношений. Ну, то есть, те основные мероприятия, которые реализовывались, будут выполняться, плюс еще будут замороженные механизмы, тоже будут возобновлены. По мнению самих руководителей некоммерческих организаций, поддержка властей необходима и по другим направлениям. Федерации современного танцевального спорта, например, нужна финансовая помощь для вывоза детей на всероссийские чемпионаты. У нас есть дети, команда и хореографы. У нас пять тренеров, которые готовят детей на выезд. У нас получен грант в городскую администрацию на привоз профессионального танцора из Москвы. То есть, мы готовы везти детей на чемпионат России по современным танцам, и нам в который раз уже отказывают. Еще одна большая проблема некоммерческих организаций – помещением, рассказывает руководитель стрелкового клуба «Белая сова» Наталья Просвирнина. Сегодня НКО занимается с детьми в цокольном помещении пятой школы. В планах общественников построить собственное здание за счет частных инвестиций, где бы дети, в том числе с особенностями здоровья, могли заниматься в комфортных условиях. Единственная проблема – отсутствие земельного участка. Мне предложили за миллион участвовать в аукционе. Но если я вложу еще в земельный участок столько, и потом привлечение инвестиций, тогда мы просто с НКО уйдем, и мы уйдем на коммерческую основу. Вот и все. Выделение земельного участка для НКО в рамках действующего законодательства, средств на участие спортсменов различных направлений в соревнованиях за пределами региона, поддержка спорта высших достижений, движение территориального общественного самоуправления, проектов по экологии – эти и другие вопросы, прозвучавшие на встрече, Александр Цибульский взял на личный контроль. Депутаты окружного собрания на заседании профильной комиссии одобрили для принятия в первом чтении основные параметры бюджета региона на 2018 и 2020 годы. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, концепция проекта главного финансового документа достаточно консервативна. Бюджет верстался из реальной оценки окружных доходов. Среди приоритетов – реализация майских указов президента, индексация заработной платы в бюджетной сфере и социальных выплат, продолжение начатых стройки и бюджетных реформ. В связи с довольно консервативным прогнозом стоимости нефти, доходная часть окружного бюджета округа в 2018 году должна снизиться по сравнению с нынешним годом на 15,3%, а расходная – на 11%. По словам Татьяны Лагвиненко, бюджет 2018 формировался, исходя из среднегодовой цены нефти марки «Юрлс» – 43,8 доллара за баррель и среднегодового курса рубля – 64,7 рубля за доллар. По словам вице-губернатора, существуют риски недополучения от Харягинского СРП, заложенные в законопроект суммы. Кроме того, есть риски недополучения части доходов от налога на прибыль. Напомню, доходы окружной казны в следующем году запланированы в объеме 14,24 млрд. рублей, а расходы – 16,264 млрд. рублей. Дефицит составит чуть более 2 млрд. рублей, или 14,5% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. В следующем году Департамент финансов и экономики намерен погасить ранее взятые кредиты на общую сумму 5,7 млрд. рублей и привлечь новые на сумму 7,7 млрд. рублей. Наринмарские дороги зимой будут посыпать только песком. Несмотря на то, что данный метод борьбы с гололедицей менее эффективный, чем посыпка химреагентами, руководство Наринмар-Доримстроя приняло соответствующее решение по многочисленным обращениям жителей окружной столицы. Для устранения гололеда на дорогах песок используют давно. Это самый бюджетный и самый безопасный вариант. Песок работает при любой температуре и экологически безопасен, в отличие от химических реагентов, которые негативно влияют на лапы животных, обувь пешеходов и окружающую среду в целом. Именно по такому пути, по многочисленным обращениям граждан и пошли в Наринмар-Доримстроя. На сегодняшний день предприятиям не закуплено ни одной тонны химреагентов. У нас на Наринмаре и также в искателе применяется только песок. Никакой соли, никакой химии мы не применяем. То есть, чтобы развеять вот это, что у нас тут химия. При всех плюсах обработка дорог песком все-таки менее эффективна, чем химреагенты, отмечают специалисты предприятия. Для чего нужна химия? Для того, чтобы разрыхлять зимнюю скользкость. Есть три вида зимней скользкости. Это рыхлый снег, это стекловидный лед, это снежный накат. Чтобы убрать зимнюю скользкость, нужно ее разрыхлить. Разрыхлить можно только при поддержке химии. Но химии у нас нет. В связи с многочисленными просьбами жителей города Наринмара от химии мы отказались. Дороги, за которые отвечает Наринмар Доримстрой, песком обрабатывают две специализированные машины. Они же занимаются очисткой проезжей части. Три небольших погрузчика очищают от снега тротуары и съезды. На обочинах работает грейдер. Два кировца чистят снег на дороге, ведущей в красное. Работы в городской черте ведутся в две смены, начиная с восьми утра. Когда заканчивается снег или метель, нам дается четыре часа, чтобы провести надлежащее состояние. То есть это ни за час, ни за два. Как говорится, по взмаху такого нет пера. Впереди у предприятия работы по строительству зимника. К ним Наринмар Доримстрой вместе с субподрядными организациями приступят после открытия движения по тундре. В прошлом году с дорожным предприятием был заключен трехлетний контракт на строительство и обслуживание зимника Наринмарусинск. Это исключает возможные риски задержки строительства главной зимней дороги региона из-за процедуры торгов. В этом году, помимо обустройства самого зимника, предприятиям будут реализованы дополнительные мероприятия по снегозадержанию на Лаевожской дороге. На Лаевожской дороге постоянно переметы, то бишь снегозаносимость большая. А снегозаносимость тоже, есть мероприятия по снегозадержанию, которыми мы будем заниматься, конечно же, но как это покажет практика. К началу работ на зимнике у предприятия все готово. Срок строительства зимника составит 30 суток. Планируется, что дорога, как и в прошлом году, будет функционировать порядка 120 дней. В этом году из окружного бюджета на строительство зимника будет направлено 13 миллионов рублей. Еще 80 миллионов округ выделит на его содержание. Мария Владимирова, Александр Бабрякович, Вадим Носкин, Телеканал Север. Жильцы дома номер 22 по улице Губкина недовольны результатом капитального ремонта своего двухэтажного деревянного дома. Они жалуются на некачественно выполненные работы подрядчикам. Продуваемая крыша, запах канализации в квартирах, неудачное расположение септиков. С этими и другими проблемами жильцы дома обратились к представителям регионального отделения Общероссийского народного фронта. О жилищных проблемах расскажет Ирина Нежалова. Когда ночь наступает, если свет горит на чердаке, и видно свет насквозь. Это так должно быть. Здесь все полностью закрыто, все качественно, ни одной дыры нет. Здесь насквозь крышу нет. Для чего они сделали? Они говорят, чтобы крыша дышала. Под козырьком крыши невооруженным глазом видны недочеты в работе подрядчикам. Почему горе-мастера не довели начатое до конца, для жильцов дома остается главным вопросом. Да, снегодержатели не сделали, не сделали отвод сточных вод, потому что начинает таять, начинает это все литься, потом это все замерзает, это все падает. Видите, какой короткий козырек? Очень короткий козырек. Еще одна проблема, с которой поделились жители двухэтажного дома – небезопасная планировка крыши у обновленного крыльца. С 76-го года постройки дом, и у него в начальном проекте была крыша козырьком, чтобы снег съезжал в стороны, а не на ступеньки. Мы здесь все время бьемся, дети у нас тут бьются. В доме номер 22А по улице Губкина был также выполнен капитальный ремонт фасада и цокольных перекрытий. В квартирах на первом этаже частично заменили полы. Двухэтажную деревяшку обшили вагонкой, правда, местами уже появились небольшие просветы. В текущем году в рамках региональной программы капремонта выгребные ямы заменили на септики. По словам жильцов, после этого в квартирах появился резкий запах канализации. Как поменяли септики в ванной комнате с этого дня воняет, вообще невозможно. Мы дверь даже не можем открывать, кухня рядом, воняет очень слишком. Неприятный запах нечистот – проблема жильцов не только первого этажа, но и второго. Вчера было невыносимо, закрывал все отверстия в раковине, в ванной полностью, что невыносимо было. Воня вообще была обратная. Что касается самих септиков, они расположены практически на уровне земли. Зимой под снегом их будет сложно найти. Чего не скажешь о бетонных плитах, которые раньше лежали на проезжей части перед домом, но были демонтированы на время проведения земляных работ. Об этих и других проблемах жильцы дома сегодня поведали представителям регионального отделения Общероссийского народного фронта. Мы взяли под контроль Общероссийский народный фронт данный дом. Будем сейчас разбираться с данной ситуацией. Обязательно требовать восстановления плит, благоустройства, которое у жителей уже было. Я считаю, что все-таки капитальный ремонт должен приносить людям какую-то радость. Здесь очень много замечаний, поэтому надо будет разбираться. Как нас заверили в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта, в эту пятницу, 10 ноября, дом номер 22А по улице Губкина проинспектирует комиссия по приемке работ. В нее войдут представители окружного профильного департамента, фонда содействия реформированию ЖКХ, управляющие компании и муниципалитета. До конца недели на 14 перекрестках в Наринмаре поселке Искатели появятся специальные светофоры типа Т7 с одной секцией желтого цвета, а также дорожными знаками на световозвращающих щитах. Оптические устройства будут установлены рядом с детскими и образовательными организациями. Мероприятия проводятся с целью приведения дорог региона к требованиям государственных стандартов и нацелены на снижение детского травматизма на дорогах. Из бюджета округа для этого выделено чуть более 11 миллионов рублей. Цветодиодная импульсная индикация таких светофоров, особенно в сумеречное и ночное время, позволяет безошибочно с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. В текущем году на автомобильных дорогах региона были определены 15 пешеходных переходов, которые необходимо переоборудовать под эти требования ГОСТа. На сегодняшний день все работы по установке 14 светофоров Т7 завершены. На трех перекрестках пересечения улицы Ваучейского с улицами Тыковылка, Нинецкая и Хатанзейского объекты уже подключены. Остальные начнут работать в течение этой недели. В следующем году работы по обустройству пешеходных переходов будут продолжены. В летний период запланирована установка 15-го светофорного объекта и устройство пешеходных дорожек на улице Северная в поселке Искателей. Кроме специальных светофорах, в рамках проводимой работы в микрорайоне Лесозавод на пересечении улиц Юбилейная и Заводская в текущем строительном сезоне был установлен транспортный светофор. Северная транспортная компания подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года. С января ее услугами воспользовалось более 4,5 тысяч пассажиров. Именно столько билетов продано компанией. Большая часть из этих поездок льготные – 3 344. Перевозки льготной категории пассажиров субсидируются муниципальному предприятию Заполярного района за счет средств окружного бюджета. Как сообщили в Департаменте строительства ЖКХ «Энергетики и транспорта НАУ», размер субсидий на частичную компенсацию недополученных доходов за отчетный период составил 5 миллионов 600 тысяч рублей. Право на льготный проезд имеют дети и студенты до 23 лет, а также пенсионеры по возрасту женщины старше 50 лет и мужчины старше 55. Большая часть пассажирских перевозов осуществлялась в период навигации на двух быстроходных катерах. В зимний период компания использовала судно на воздушной подушке Василий Самойлов. Среди основных направлений северной транспортной компании в этом сезоне были Макарова, Оксина, Хангурей, Каменка, Великовисочная, Тельвис, Куя, Анди, Кенель, Миннос. Определили сильнейшего в мини-футболе. Ненецкие единороссы провели соревнования в рамках партийного проекта. Еще 13 жителям Ненецкого округа присвоены золотые знаки отличия ГТО. Приказ о награждении подписал министр спорта России Павел Колобков. Среди новоиспеченных золотых любителей спорта жителей Ненецкого округа в возрасте от 6 до 49 лет. Самой юной обладательницей золотого знака стала Софья Семенова. По данным Департамента образования, культуры и спорта Ненецком округе, всего в системе ГТО зарегистрирован 1771 житель. В целом по России свыше 6 миллионов человек. С каждым годом интересы жителей округа к данному физкультурно-спортивному движению растет, как и количество присвоенных знаков отличий. В целом за три года золотые знаки отличия ГТО присвоены 80 жителям округа. На серебряные знаки отличия испытаний выполнил 151 человек, бронзовый – 96. С начала 2017 года для получения знаков отличия комплекса высшего достоинства тесты выполнили 53 жителя региона, серебряного – 61, бронзового – 28. С сентября Центр тестирования спортшколы труд ведет приемку нормативов ГТО. Ранее нормативы можно было сдать только в рамках трех проводимых в регионе фестивалей – зимним, летним или осенним. Теперь любой желающий может выполнить нормы ГТО в центре тестирования по специальному графику в удобное для себя время. Ненецкие единороссы выявили сильнейших в турнире по мини-футболу. Его приурочили ко Дню народного единства. Соревнования стали для ненецких партийцев уже традиционным мероприятием. В этом году соревнования по мини-футболу прошли в два этапа. В первый день соревнований в Дворце спорта Норд состоялся матч между сборной командой юношей и средней школой-интернатой имени Пырерки и партийцами, который завершился со счетом 1-0 в пользу учащихся. Затем прошла товарищеская игра между командами единороссов Наринмара и Заполярного района. Встреча окончилась в ничью со счетом 8-8. В состав сборных команд вошли депутаты, руководители первичек, партийные активисты. Во второй день соревнований состоялся межрегиональный турнир по мини-футболу на Кубок партии «Единая Россия» среди команд юношей из Архангельской области Наринмара. Соревнования прошли в рамках партийного проекта «Детский спорт». Партийный проект «Детский спорт» развивается и мы максимальное усилие прикладываем для того, чтобы у нас молодое, наше поколение было здоровым, крепким и росла достойная смена нашим партийцам. Партийный проект «Единая Россия» и «Детский спорт», реализация которого рассчитана на 2017-2022 годы, направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах ремонтируются спортивные клубы и школьные спортзалы, открываются новые спортивные площадки, проводятся турниры по игровым видам спорта. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова